Привет, ребята! Надеюсь, вы наслаждаетесь ивентом. В этом видео постараюсь встряхнуть покрывший ивент пепел, дабы обнажить некоторые для кого-то неочевидные моменты, которые могут оказаться вам полезными. Звук срабатывания способности. Но оно у тебя при этом довольно информативно и без лишних вынес. Люди здесь. К нам бегут, что ли? Да. Что-то развернулось. Через воду вряд ли. Бил я. А, да. Есть! Хэдшот со 125 метров! Здесь люди еще. Поздравляю. Спасибо. Там дробашистов до жопы, друзья мои. Еще один хэдшот. Еще здесь бабы на моей метке. Еще один хэдшот. Звук странный сейчас был только что. Всякий раз, когда происходит использование способности, слышен соответствующий звук, похожий на выпускание магической стрелы из каких-нибудь героев-третьих. Сопровождает звук и визуальный эффект. У лунных фей способность срабатывать во время их смерти. У пиромантов во время того, как у них сгорает и регенерируется полоска. У бессмертных во время того, как они выходят в меню. Зная это после убийства с близкого расстояния предполагаемого соло-игрока, вы можете знать, вышел ли тот из игры, или же поджидает момент для того, чтобы воскреснуть. Пиромант хиллер. Первая классовая способность пироманта позволяет вам восстановить не только эквивалент полоски хп, потерянные от огня. Перк восстановит вам все хп при сгорании крайней полоски. Поэтому использовать огненное оружие сейчас, несмотря на непопулярность класса пиромант, не самое лучшее время. Пожар. И с чем его едят? Кино начинается. Терренс и Филипп. Пламенные жопы. Ура! Насколько я понял из запросов, которые мне доводилось видеть, многим понравилась новая погода с пожаром. И вы знаете, я бы сказал, что она окей, если бы вероятность ее выпадения была равна шансу выпадения ночи, как было с предыдущим ивентом, когда ночь была заменена на зеленую ночь. Погода с пожаром создает множество раздражающих проблем, с которыми я не готов мириться каждую игру. Основная проблема погоды — это коричневая цветовая гамма, которая совершенно не способствует тому, чтобы игрок, не пользующийся решейдами и прочим калом, мог разглядеть что-то. Коричневая палитра скроет вас не только в окнах или кустах, но сделает вас практически неразличимым в тени или даже на фоне любого здания, цвет которого отличен от белого. Уже представляю, как разработчики выбирали гамму для данной погоды. Давай попробуем такую, словно младенец обделался. Нет, что-то не то. Может, давай, как будто его старший брат, школьник, объелся в KFC острых крылышек и навалил кучу? Не, все еще недостаточно антуражно. А может быть, цвет кала его отца, страдающего запорами? Инго! Но ведь ночью и в тумане тоже ни черта не видно, скажете вы. И я с вами соглашусь. Но благодаря великому звуковому позиционированию, хант позволяет сориентироваться, откуда по вам идет огонь. Но если вы играете неподалеку от пожара, то забудьте о том, что в ханте в принципе есть звук, потому что единственное, что вы будете слышать, это гул пламени, врезающегося в воздух. К тому же огонь создает ситуации, когда две команды могут разминуться, пройдя буквально в 50 метрах друг от друга в соседних огненных коридорах. Но хант, знаете ли, и в обычную погоду не славится обилием экшена. И пропускать драку из-за суперинновационного геймдизайнерского решения кажется еще более обидным, чем обычно. К тому же огонь приводит к разбалансировке позиций. Забудьте обо всех позициях, которые были актуальны во время любой другой погоды. Теперь есть коричневое небытие, в котором вас никогда в жизни не увидят, в тени или на фоне дымки. Либо вы на фоне огня и являетесь легчайшей мишенью, потому что на фоне огня ваш силуэт легко различим. Слышь, Теренц, что сказал испанский теолог иранскому гинекологу? Не знаю, Филипп. И что? Как они ухитряются такое выдумывать? Если вы всегда мечтали слить ваш КД и ММР рейтинг, то сейчас это просто как никогда. Все, что вам нужно, это играть в соло бессмертным, имея перк некроманта. И в момент, когда вас убили и уже настигли ваш труп, просто продолжайте вставать, пока это возможно. Тень или живой щит. Вторая классовая способность бессмертного позволяет не просто пробираться бесшумно мимо врагов, она позволяет полностью их игнорировать, даже будучи бегой у них по лицу. И вы даже можете использовать их как живой щит. Почему-то я был уверен, что мобам добавят механику слепой атаки, как у мидхеда. Но нет. С данным перком мобы совершенно перестают представлять для вас какую-либо угрозу, и вряд ли это то, каким образом разработчики задумывали игру. Не тупи, лайк поставь, говорю. А теперь наслаждайся дальше, брат. Да шучу я, шучу. Я знаю, что вы мое видео хотите посмотреть. Братья! Многие легендарные охотники имеют предопределенный класс. И знание того, какой это класс, может помочь вам принять правильное решение. А если вы сами играете за одного из легендарных охотников, то можете попытаться наролить себе усиленный перк, и вам даже не нужно будет идти на телегу. Сокровище бессмертного. Класс бессмертного, который в прошлом видео я промечиво назвал крыса-пидор из кустов, представляет лучший способ заработать деньжат или прокачать престиж. Первая способность бессмертного, которая позволяет вашему охотнику остаться в живых после окончательной смерти, при условии, что он имеет одно очко способностей, позволит вам без лишнего труда достичь охотникам 50 уровня. Играя охотником 50 уровня, весь ваш накопленный опыт будет переходить в престиж, в то время как до достижения охотником 50 уровня он распределялся 50 на 50 между охотником и престижем. Таким образом, прокачка престижа становится быстрее и комфортнее, за счет того, что вы постоянно играете за охотника, имеющие все необходимые вампирки. Вдобавок ко всему, с 24 уровня ивента вы будете иметь возможность покупать одну из самых лучших винтовок в игре сразу после сброса престижа. Если вы не качаете престиж и имеете сотый ранг, бессмертный тоже окажется полезен и позволит вам получать дополнительный заработок с каждой удачной игры. В чем суть? Имея сотый ранг, вы продолжаете накапливать опыт, который позволяет вам брать виртуальные уровни за каждые 5000 опыта. И за каждый такой уровень вы получаете 200 долларов. Поэтому, отыгрывая успешную игру на Охотнике 50 уровня, вы можете получить дополнительные 300-400 долларов, что является весьма солидным бонусом. Остерегайтесь соло бессмертных. К данному совету я приложу небольшой игровой фрагмент. Охотнике 50 уровня. Охотнике 50 уровня. Охотнике 50 уровень. Охотнике 40 уровня. Охотнике 50 уровня. Охотнику 80 уровню. Охотнике 40 уровня. Субтитры сделал DimaTorzok Если вы убили подозрительного охотника, тиммейтов которого не видели, не упускайте труп из виду и сжигайте. А если есть возможность поставить на него ловушку или капкан, то не поленитесь сделать этого. Количество соло игроков выросло и они стали опаснее за счет новой возможности самовоскрешения. Фарм очков эвента. Об этом я уже говорил в прошлом своем видео, но лишним повторить не будет. Для того, чтобы вам завершить эвент, вам совсем не обязательно целенаправленно зарабатывать очки эвента внутри катки. Достаточно просто закрывать еженедельные испытания, прохождение которых будет вполне достаточно для закрытия эвента. Также помните, что у вас есть возможность изменить одно выбранное испытание в день, но советую пользоваться этим только в крайнем случае. Я, например, за две недели пользовался сменой только один раз, чтобы изменить задание «Убить бочкой», просто потому, что я не играю с ловушками. Короче, пользуйтесь с умом. Не рассчитывайте на стандартные тайминги появления противников. Желание получить классовую способность в начале матча заставляет многих игроков сменить привычный темп игры до тех пор, пока они не соберут 35 очков для получения или активации первой способности. Не столько фишка, сколько совет не быть ебланом, как я и проверять, взят ли у вас перк второго уровня. Хотя, теоретически, такая проблема может быть и с перком первого уровня. Итак, если у вас 4 классовых очка, это не значит, что у вас взяты перки. Например, вот в этом моменте я думаю, что у меня есть классовая способность «Тень», делающая из меня гамелинского косылова, но она не взята, и вот к чему это привело. А, я не взял перк. Я думал, я взял перк, а я не взял. Ну и по традиции огромная благодарность всем тем, кто поддерживает существование канала материально. Спасибо, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok